Телеканал КРТ представляет Вот как об этом сообщает западная пресса Немецкая газета Decide Полиция Гонконга арестовала ключевую фигуру демократического движения Предпринимателя обвиняют в нарушении так называемого закона о безопасности Журнал Forbes, США Гонконгский магнат Джимми Лай был арестован в понедельник В то время как офис его продемократической газеты Apple Daily Подвергся налету полиции по обвинениям в том, что он вступил в сговор с иностранными силами И наконец мое любимое Газета The New York Times, США Джимми Лай арестован в Гонконге Свобода снова проиграла Далее приводится цитата Лая Я боялся, что однажды коммунистическая партия Китая устанет не только от свободной прессы Гонконга Но и от его свободных людей Этот день настал Вы можете спросить, зачем я уделил так много внимания освещению ареста оппозиционного медиамагната В западной прессе и привел столько цитат А затем, что все вышеперечисленные неполживые и истинно демократические источники За патентической риторикой о борьбе за свободу Забыли упомянуть одну маленькую, но очень важную деталь Итак, слово предоставляется первоисточнику новости Газете South China Morning Post Цитата Основатель компании Apple Daily Джимми Лай Чи Ин был арестован в соответствии с законом о национальной безопасности В рамках расследования деятельности онлайн-группы, которая просила иностранные страны ввести санкции в отношении Гонконга И получила более 1 миллиона гонконгских долларов, 129 тысяч долларов США, с зарубежных банковских счетов Группа называется «Я хочу вам кау», что на кантонском языке означает «обнять и поджарить» И передает популярный лозунг протеста «Если мы сгорим, вы сгорите вместе с нами» Заметили разницу? Да-да, ни в одном из перечисленных западных источников ничего не говорится об иностранных деньгах В получении которых подозреваются Лай и его подельники Не говорится там и о том, что за эти деньги они собирались просить иностранные государства ввести санкции против своей собственной страны В западной прессе об аресте Лая говорят только как об ущемлении свободы и демократии Ну подумаешь, собирал деньги во враждебных государствах на пропаганду новых антикитайских санкций Подумаешь, выбрал девизом лозунг в духе «Так не доставайся же ты никому», стараясь максимально ухудшить жизнь своих сограждан Да что вы вообще понимаете? Ведь главное-то – свобода Если вы хотели знать суть такого приема манипуляции общественным сознанием, как недоговаривать всей правды То вот вам наглядный пример Иностранные финансовые вливания Джимми Лай и его сообщники собирали под видом пожертвований Их целью было собрать 1 миллион 750 тысяч долларов для создания фильмов и размещения печатных объявлений в британской и американской прессе Рассказывающих об ущемлении прав в Гонконге и призывающих ужесточить антикитайские санкции Фактически, арест Лая является закономерным элементом китайской кампании по стабилизации политической обстановки в Гонконге С прошлого лета иностранные государства, такие как США, Британия и даже Германия Поощряли массовые антиправительственные выступления в регионе Начавшись как протесты против выдачи с территории Гонконга, совершивших уголовные преступления граждан тех стран С которыми есть соглашение об экстрадиции у материкового Китая Протесты очень быстро переросли в сепаратистские выступления Так называемые гонконгеры с каждым днем все более уверенно утверждали, что они якобы не китайцы, а отдельная нация Осмелев, они начали даже нападать на выходцев из материкового Китая Одного из таких граждан протестующие даже облили горючей смесью и прилюдно подожгли Видео этого события в ноябре 2019 года облетело все мировые новостные агентства Такие медиамагнаты, как Джим Милай, финансировали протесты и подстрекали к ним при помощи подконтрольных им СМИ В основе подобных действий, конечно же, лежало вовсе не стремление к свободе и демократии, а экономический интерес Но не хотели отдельные гонконгские хозяева жизни искать общий язык с представителями правящей в Китае коммунистической партии Вот и подогревали протест Западным странам это было на руку С одной стороны, особо тратиться на организацию волнений не нужно А с другой, в США была надежда на то, что китайцы жестко подавят протесты И тогда повод для санкций будет железным Ведь весь мир облетит картинка наподобие той, которую можно было увидеть на площади Тяньаньмэнь в 1989 году Но к разочарованию геополитических противников китайцы не стали топить протест в крови Они поступили мудрее Дали протестным настроениям выдохнуться А затем спокойно приняли закон, которым распространили юрисдикцию китайских правоохранительных органов на Гонконг И существенно сократили возможности для деятельности иностранных агентов влияния Теперь вот плавно перешли к аресту главных зачинщиков протеста, а именно местных крупных капиталистов Тем временем, 10 августа информационное агентство Reuters сообщило, что Китай ввел санкции в отношении 11 граждан США Включая конгрессменов от Республиканской партии В ответ на введение Вашингтоном санкций в отношении Гонконга и китайских чиновников, обвиняемых в ограничении политических свобод в бывшей британской колонии Как заявил пресс-секретарь МИД Китая Жао Ли Джан, цитата В ответ на неправильное поведение США, Китай решил наложить санкции на лиц, которые вопиюще вели себя по вопросам, связанным с Гонконгом Резюмируя эту тему, можно сделать вывод о том, что пока США пытаются сколотить антикитайскую коалицию И вызывают дух холодной войны, истерично пытаясь оправдать свою дисфункцию в выполнении роли мирового жандарма происками коварных китайцев В КНР методично укрепляют тылы и принимают адекватные меры в ответ на американские ограничения